Мы туристы из Австралии. Так вы австралийте? Да. Ладно. Так вы верите в Иисуса? Вы верите в Троицу? То есть Отец, Сын и Святой Дух? Да. Откуда вы взяли эту идею? Потому что, знаете, я всегда был озадачен этим. Откуда вы взяли эту идею Троицы? Да, ну, как бы из Библии. Но где? Из какой части? Я прочитал всё Библию, но не нашёл. Ну, если ты изучал историю жизни Иисуса? Если ты читал Евангелие от Иоанна? Да, я читал Евангелие от Иоанна. В первой главе там написано «Вначале было Слово». И Слово было у Бога, и Слово было Богом. Тот, кто был Слово, был с Богом с самого начала. Так что там говорится, что жизнь была в нём. И эта жизнь была светом для людей. И Иисус был Словом. Словом, которое было с Богом. Я могу задать тебе вопрос об этом? Потому что мне нравится Иоанн 1.1. И я скажу, почему. Во-первых, потому что этот стих, Иоанн 1.1, был взят у греческого философа, которого звали Филон. И это исторический факт, правильно? Так что эта формулировка «Вначале было Слово, и Слово было у Бога». И Иоанн взял у Филона, который был философом. Он взял его формулу и вставил её в Библию, правильно? Да. Так что, во-первых, я бы сказал, что это доказательство того, что это не было вдохновлением от Бога. Потому что он взял это от кого-то ещё, правильно? И во-вторых, я бы сказал, когда вы говорите «Вначале», «Вначале чего?» У Бога, что ли, есть начало? Но видишь ли, ну, как бы, «Вначале времён», насколько известно. То есть, Слово было в начале творения? Слово было в начале. Вначале было Слово. Значит, в начале творения было Слово. Вначале было Слово. Нет-нет. Там говорится «Вначале было Слово». Да. Это дословно. Вначале было Слово, и Слово было с Богом. И Слово было Богом. И так далее, правильно? Он вначале был с ним. Да. Конечно, это означает, что вначале было Слово. Это значит, что оно было частью творения, у которых было начало. Вначале было Слово. Не всегда было Слово. Ну, я бы сказал... Что вы думаете об этом? Ну, если мы скажем, что в начале футбольного матча была команда. Ладно. Так что, это не обязательно означает, что команда была сформирована вначале. То есть, в начале матча была команда. Я не понял. Можешь повторить то, что ты сказал? Это как бы, если ты скажешь, что в начале футбольного матча была команда. Но это будет означать лингвистически, потому что ты говоришь, что было. Это значит, что до начала его не было. Моя интерпретация выражения в начале, это означает, что он всегда был там. А не то, что у него было буквальное начало. Потому что мы, очевидно, думаем, что Бог вечный. Хорошо, нет проблем. Но вторая часть — это «в начале было слово, и слово было с Богом». Можешь ли ты быть с собой? Это и есть троица. Один Бог с тремя личностями. Это как... Но смотри, это ведь один Бог. Это как бы сложно понять. Но это так и есть. Потому что это то, что было написано. Три личности в одном Боге. Это как бы три-единый Бог. Но это не только в Юане. Если ты думаешь, что он искажен... Нет, я бы не стал использовать термин «Иоанн искажен или нет». Но то, что я пытался сказать, это то, что эта конкретная формулировка, исторически взятая у Филона, правильно? Но если ты веришь, что Иоанн не был искажен, тогда ты не можешь отрицать его слова, что Иисус есть Бог. Тебе придется сказать, что Иоанн был неправ. Нет, нет. Прямо сейчас я просто хочу объяснить свою позицию. Прямо сейчас я не встаю на какую-либо сторону. Я не говорю, как ты сказал, «за» или «против». Но прямо сейчас я говорю, передо мной есть текст, и я пытаюсь объективно проанализировать этот текст, чтобы прийти к выводу. Ты ведь понимаешь, что я пытаюсь сказать? Да, да. Пока что я не занимал никакой позиции. Я прочитал Библию, но вместо того, чтобы излагать свое понимание, я предпочитаю сначала спрашивать у людей, которые верят в это Писание. Да. Нет проблем. Так что вернемся к идее. К идее Троицы. Я дам тебе определение Троицы, и ты скажи мне, то, что я говорю, имеет смысл или нет? Да. Троицы говорит, «Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух одинаковы в равенстве и вечности». Отец не является Сыном, и Сын не является Святым Духом. Три личности в одной сущности. Это чистое константинопольское определение Троицы. Да. Это место, откуда исторически произошла Троица, правильно? Да. Извини. Он говорит, оттуда исторически произошла Троица. Да. Оттуда произошла Троица. Сам термин Троица. Нет. Я говорю не только термин, но также сама концепция произошла оттуда. Я скажу вам почему. Не только термин, но вся идея Троицы происходит с 325 года, правильно? Был Ариас, который аргументировал за то, что Иисус был подчинен Отцу. И был Константин, которому не нравилось это. Он хотел верить, что Иисус был Богом. И был совет. И они пытались выяснить, был ли Иисус божественным или нет, правильно? И, кстати, до 381 года не было известно, кем являлся Святой Дух. Почти 400 лет никто не знал, правильно? И в 381 году они пришли к выводу, что Святой Дух является частью Троицы. Я просто рассказываю вам христианскую историю. То есть они не знали, кем являлся Святой Дух? Да, я бы даже сказал, что раньше я бросаю вызов любому христианину провести меня в первые 300 лет христианства. Я призываю вас провести мне одного Отца Церкви, который бы сказал, что Отец, Сын и Святой Дух все три лица по существу и свойствам совершенно равны между собой. Не было ни одного Отца Церкви, который бы говорил это. И по этой причине состоялся собор. Никейский собор был проведен из-за всей этой идеи, потому что у них были разногласия. Константинопольский собор был проведен, потому что были разногласия в этой идее. Потому что люди не понимали это, поэтому им нужно было собрание. Так что я хочу сказать, что идея Троицы не термин, а идея. Сама концепция произошла из собрания, и я продемонстрирую это. Так что сейчас мы согласны с определением Троицы, правильно? Да. И теперь она говорит, что эти три есть одно. Да. Поэтому мне нужно от вас две вещи, чтобы установить, что Троица есть в Библии. Первое. Троица и называется Отец, Сын и Святой Дух. Как личности. Это личности, а не просто сущности. Поэтому есть различия между личностью и сущностью. И второе, что вам нужно установить, что эти три есть одно. Можете ли вы мне принести какой-нибудь стих во всей Библии, в котором приводится различие между личностью и сущностью? Потому что этого нет в Библии, но это происходит и в церкви. А также приведите мне любой стих из Библии, в котором говорится, что эти три есть одно. У вас есть шанс от самого бытия до откровения. Ну, я не могу привести к тебе стих, где говорится, что они трое есть одно. Но если, к примеру, сказать, что что-то похоже на другое, и это что-то похоже на еще что-то, это значит, что все эти трое равны, правильно? Это зависит от того, что ты имеешь в виду в этом контексте. Приведи мне пример. Да, ладно. Приведи мне пример, чтобы я мог понять, что ты имеешь в виду. Но пример, который мне приходит... Иисус говорит, кто видел меня, видел отца. Хорошо. Кто видел меня, видел отца. Это в Иоанна, 14,9, правильно? Ладно. Это было, когда Филипп спросил его, покажи нам отца и доволен для нас. Это контекст этого стиха. Иисус ответил, я пробыл среди вас так долго, а ты все еще не знаешь меня, Филипп. Кто видел меня, видел отца. Да. Сейчас я задам тебе вопрос. Являлся ли сын отцом? Нет. Тогда видел ли Филипп на самом деле отца? Может ли вообще кто-нибудь увидеть отца и выжить, согласно Библии? Ну, как бы, он не мог увидеть отца, как отца. Но это ведь и есть смысл существования сына. Поэтому, когда они видели отца, это как будто они видели сына. Нет, нет. Тут вопрос в том, видели ли они отца на самом деле. Потому что Евангелие от Иоанна также говорит, что вы не можете жить, увидев отца, правильно? Да, никто не может видеть Бога, которым является конкретно отец, правильно? Да. Но здесь Иисус говорит, что если вы видели меня, видели отца. Я утверждаю, что это не может быть буквальным. Потому что если бы это было буквальным, это означало бы, что сын – это отец. И это означало бы, что отец – это палестинский иудей. Но это имейте в виду тройца. Да, тут имейте в виду, что они как бы одно. Но сын не является отцом, но они одно. Но видел ли он отца? Потому что Иисус делает утверждение. Кто видел меня, видел отца, не сына. Ведь мы и загласили, что нет человека, который видел отца. Но сейчас Иисус справа от отца. Если Иисус находится справа от отца, как они могут быть одним? Ну, потому что они как бы… Как это? Потому что, смотри, если я стою справа от тебя, по определению я не являюсь тобой. Ну, потому что мы люди, и наши души ограничены нашим телом. Да. Но Библия ведь использует человеческий язык. Поэтому мы используем его, чтобы говорить друг с другом. Да, это правильно. Это как бы, когда Библия говорит об отце и сыне, Бог-Отец как бы не родил ребенка, которым был Иисус. У него не было ребенка. Ведь не существует Бога-Матери. Но некоторые христиане верят в это. Это зависит от того, кого вы спросите. Ну да, но это как бы не буквальные слова. Потому что мы люди. И Богу нужен был способ объяснить реальность отношений между Богом-Отцом и Сыном. Это как бы не отношения между отцом и Сыном. Это был самый близкий способ, чтобы он мог объяснить. Конечно, я понимаю, что ты говоришь. Я не совсем не согласен с тем, что ты говоришь, правильно? Но я делаю утверждение. Давать кому-то язык, который непонят, неразумно. А Создатель мудрейший. Если у меня есть сын, я не начну обучать его с понимания квантовой механики, потому что я знаю, что его уровень понимания не достиг этого уровня. Я утверждаю. Ведь Библия говорит, что Бог не есть беспорядок или путаница. Ведь Бог не будет пытаться сбить вас с толку, давая вам язык, который не имеет смысла, правильно? Поэтому вернемся к нашей теме. Ты процитировал стих, где Иисус сказал, «Кто видел меня, видел Отца». Да. Мое утверждение очень просто. Видел ли Филипп Отца? Я скажу «нет». И я объясню, почему этот стих не буквальный. Потому что позже он объясняет, почему это не буквальный смысл. Потому что здесь Иисус говорил о делах. Делах, которые он делал. Поэтому, по сути, в этом стихе он говорит, что если вы видели дела Творца, это как будто вы видели Творца. Если я, например, разделю землю рукой, как Божий пророк, по сути, вы видели работу Бога. В некотором роде вы видели Бога, потому что вы видели Его работу. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Да. Поэтому я говорю, контекст объясняет, что имел в виду Иисус. Если вы прочитаете Иоанна 14 и следующие несколько стихов, Иисус говорит о делах. И Он говорит, что вы будете совершать более великие дела, чем я. Он сказал своим ученикам, если вы верите, на самом деле вы будете совершать более великие дела, чем я. Я также дам тебе другое объяснение из Библии. Деяние, глава 2, стих 2, 2, там говорится, что Иисус из Назарета человек, засвидетельствованный вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. По сути, они в некотором роде являются свидетелями Творца. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Так что это правильное объяснение стиха. И оно объясняет идею того, что Отец не Сын. Поэтому я не могу говорить, что Отец не Сын, и затем утверждать, что они видели Отца. Ты понимаешь? То есть ты хочешь сказать, что Иисус говорит, что... Если ты видел Его дела, ты видел Отца? Да. Он говорит, если ты видел дела, ты видел Отца. Ты видишь Отца через дела? Ну, в основном, да. Потому что Иисус говорил притчами. И вы согласны с этим, правильно? Верно. То есть Он... Прости, что перебил тебя. Ничего, все в порядке. Одна из вещей, которая подтверждает, что Иисус был Богом, это то, что Он прощал грехи. Ладно. Могу я спросить, какой стих ты имеешь в виду? Ну, это история в Библии, в Евангелии от Луки, когда к Нему принесли паралитика, и перед тем, как Он исцелил его, Он сказал, «Твои грехи прощены». И тогда фарисеи не могли поверить в это. Как этот человек может прощать грехи? Я знаю стих, на который ты ссылаешься. Он утверждает, что Он Бог. Ладно. Поэтому они хотели забить Его камнями до смерти. Не из-за Его способности исцелять людей, но потому что Он сказал, что Он Бог. Вот вся причина, чтобы казнить Его. Нет проблем. Здесь есть два момента. Первый. На самом деле, я не обсуждал, являлся ли Иисус Богом или нет. Это то, что ты пытался доказать. Но всё в порядке. Но я думаю, что это важно, потому что Он является частью Тройцы. Я не возражаю. Смотри, я не пытаюсь поставить тебя в определённый угол. Ты понимаешь? Я рад обсудить всё, о чём вы хотите поговорить. Потому что, знаешь, Тройца говорит, что Иисус Бог, Отец Бог и Святой Дух Бог. Я не одно. Ладно. Я понимаю. Я устанавливаю, что Иисус – это Бог. Ты приближаешься к установлению Тройцы. Я согласен с тобой. Нет проблем. И также, скоро нам надо уходить. Ладно, нет проблем. Есть два момента, которые я хочу сказать, касательно стиха, которые ты привёл. Первое, что я хочу сказать, это касательно идеи того, что Иисус сказал «Твои грехи прощены». Здесь Он не говорил, что Я прощаю твои грехи. Лингвистически это очень большая разница. Большая разница заключается в следующем. Я могу сообщить тебе о чём-то, что Бог сделал через пророка и посланника Бога. К примеру, пророк Мохаммед сообщил некоторым людям, что они зайдут в рай. Однако мы не верим, что пророк Мохаммед – Бог, ведь это не он, тот, кто вводит в рай. Но он лишь передал то, что Бог сказал ему правильно. Поэтому, когда Иисус сказал, что твои грехи прощены, Он передал слова Бога. И это ничего не доказывает с объективной точки зрения. И второе, что я хотел бы сказать, они неправильно поняли. Могу я сказать? Ладно. Я просто хочу ответить на второй пункт о фарисиях, которые хотели убить Его. Знаете, они не хотели убить Его, потому что Он утверждал, что Он Бог. Но они искали любой предлог, чтобы убить Его. Он сказал, что Он царь иудейский, Он мессия. И они не приняли Его, потому что они думали, что Он был рождён от прелюбодейки и тому подобное. Но мы не верим в это, правильно? Но как мусульмане, мы верим, что Он родился чудесным образом, от непорочной девы. Но это то, во что они верили. Они сказали, что Он заявил, что Он царь иудейский, и пришёл на двух остлах в Юрусалим, и что Он не их мессия. Поэтому они хотели убить Его из-за тех Его слов. Это не имело ничего общего с тем, утверждал ли Он, что Он Бог или нет. Потому что они выдвинули много обвинений против Иисуса, которые Он не принимал. Если ты последователен, ты подтвердишь, что они называли Его дьяволом и сыном дьявола и тому подобное. Правильно? А не только то, когда они назвали Его Богом, правильно? Мы не берём знания от них, но мы берём знания от Иисуса, правильно? Прошу, ты хотел что-то сказать? А, ну, я забыл. Прости за это. Я просто хотел сразу разобраться со вторым моментом, пока не забыл. Ладно, давайте вернёмся к тому, что я собирался сказать. А, ну, то, что я пытался сказать, это только потому, что Иисус сказал, твои грехи прощены, и конкретно не говорил, что я прощаю твои грехи. Это возможно понимать двумя способами. Конечно, можешь. Ты можешь. И когда Иисус сказал ему, что твои грехи прощены, вставай и уходи. Он делал это по собственной инициативе в обеих случаях, что облегчает мне говорить это. Нет проблем. Поэтому, когда он сказал, вставай и уходи, он сказал это своей властью. И когда он сказал, твои грехи прощены, он тоже говорил своей властью. Ты был прав, когда ты сказал, что его слова имеют два смысла, правильно? Да, да. Ладно. Это объективная точка зрения. Я согласен с тобой. Но то, о чем я прошу тебя, это что-то ясное, верно? Потому что ведь троица является центральной доктриной. Ты не можешь привести стих, у которого есть два толкования, и оба действительны, и использовать его в качестве доказательства. Потому что мы обсуждаем идеи того, есть ли троица в Библии или нет. Мы можем использовать его как доказательство. Я скажу вам следующее. Если вы объедините остальные стихи Библии, я бы сказал, что вы придете к абсолютному выводу, что Иисус не Бог. И я могу привести вам несколько примеров. Но у него есть власть прощать грехи. Но по мнению Библии, от кого Иисус получил власть? У него должна была быть власть. Нет. Я спрашиваю, откуда Иисус берет свою власть в соответствии с Библией? От Бога Отца. Правильно. Так, если я получаю власть от кого-то еще, это значит, что изначально у меня ее нету. Как тогда я могу быть Богом, если у меня нет власти? Потому что они разные личности. Но это то, что мы пытаемся установить. Ты понимаешь? Да, теперь я понял. Позволь мне, я скажу тебе кое-что, что может прояснить идею. Когда я говорю о Библии, я не исхожу из каких-либо предубеждений. Но я пытаюсь смотреть объективно, по мере возможности. Но у всех нас есть определенные предубеждения. Нет, нет. Конечно. То, что я имел в виду, я стараюсь по мере возможности смотреть объективно то, что касается Троицы. Не ко всему, конечно. Потому что у всех нас есть определенные предубеждения, правильно? Но с другой стороны, ты можешь не замечать этого, но ты как бы уже исходишь из идеи того, что Троица существует. Да-да, это очевидно. Поэтому, когда ты читаешь Священное Писание, ты как бы не замечаешь того, что интерпретируешь слова под эту идею. Вместо того, чтобы сначала установить эту идею. То, что мы пытаемся сделать, это сначала установить идею Троицы в Библии. Так что постарайтесь. Я знаю, что это будет сложно. Но постарайтесь отложить идею Троицы из головы. А затем попытайтесь посмотреть на Библию и покажите мне, где говорится об этой идее Троицы в Библии. У нас есть две минуты. Ладно, можете уходить через две минуты. Я прошу прощения за то, что занял так много вашего времени. Ничего, все нормально, все нормально. У нас было прекрасное обсуждение. Да, это было большое обсуждение. Да, несомненно. Позвольте мне задать вам вопрос. Нет проблем. Я закончу на этом. Я задам вам обоим вопрос, и я хочу, чтобы вы ответили мне, хорошо? Ладно. Мы мусульмане верим в одного Творца. И мы не верим, что у этого Творца есть личности. Но мы буквально верим, что он единственный. Он один Бог, один Творец. Подобно тому, как иудеи до этого верили. И Авраам проповедовал это и другие, правильно? Мы верим в пророков и посланников Бога. Иисус, Моисей, Ной, Авраам, Мухаммад во всех них. И вы, наверное, слышали это. И мы верим, что Иисус был посланником Бога. Возможно, вы знаете об этом. И мы верим в чудесное рождение от непорочной Девы Марии. И мы почитаем Марию как одну из лучших женщин. Да. Поэтому, когда я прочитал всю Библию, когда я читал ее, я пытался понять, откуда вы исходите. Да, это было моей объективной причиной изучения Библии, правильно? Поэтому, когда я читал Библию, я бы сказал, что нашел очень много стихов, которые противоречили идее, что Иисус был Богом. Поэтому, например, христиане бы сказали, что Иисус является полным человеком и полным Богом на земле. Вы согласны? И что у Него были все качества Бога на земле. Да, Он был ходячим Богом. Он был не просто человеком, но Он также был на 100% Богом. Так что все атрибуты Бога были с Ним, правильно? Да, верно. Потому что если бы их не было, то Он не был бы Богом. Хорошо? Так что это означало бы, что Иисус был всемогущим, всезнающим и независимым. Все эти и другие качества, которые делают Бога Богом. Ты согласен? Да. Но был ли Иисус на самом деле всезнающим, когда Он был на земле? Библия не согласится с этим. Могу я сказать? Иисус как бы... Чтобы Иисус был полным Богом, то Ему не обязательно вести себя так в каждом действии. Нет-нет. Я не говорю в действии. То есть, когда Он был Богом на земле, Он как бы был всемогущим и всезнающим, но Он не должен проявлять их в каждом своем действии. Я согласен, что Ему не обязательно проявлять Его качество в каждом его действии. Я согласен с тобой. Он не может быть на 100% Богом, если Он не представляет атрибуты Бога. Это логически не имело бы никакого смысла. Ну, это как бы... Ты не должен проявлять их. Я согласен. И я не говорю, что Он должен. Я согласен с этим. Так что давай двигаться дальше. Бог должен иметь атрибуты. Но Ему не нужно проявлять их. Хорошо? Это хорошее утверждение. Я согласен с этим. Теперь давай перейдем к Евангелию от Марка, глава 13, стих 32. Хорошо. Хорошо. Иисус говорит, «Никто не знает того дня и часа, ни ангела на небесах, ни сын, только отец». То есть Библия говорит, что Иисус не представляет атрибут всезнающего. Да. Как Он может быть Богом, если Он чего-то не знает? Он сказал, «Только отец знает». Это Марк 13, 32. Марк 13, 32, правильно? Поэтому я бы сказал, что невозможно утверждать, что кто-то является Богом, когда у него нет атрибутов Бога. Но когда мы молимся, и все человечество делает это, как работает молитва? Если Бог абсолютный и всемогущий, то Его воля исполнится. Тогда как мы можем изменить Божью волю? Ты говоришь насчет предопределения и свободы воли. Но это совсем другая тема. Бог, когда Он абсолютный и всезнающий и всемогущий, это значит, что Он может делать, что хочет. Его могуществом Он как бы может ответить на мольбу людей. Но какое это имеет отношение к тому, что Иисус не знает? Это ведь имеет смысл? Ну ладно, пока что я приму это. Иисус – всемогущий Бог. И своим могуществом Он может делать то, что захочет. И Он может не знать, и даже с этим оставаться Богом. Нет, я не согласен. Потому что, смотри, есть разница между тем, что есть Бог, и тем, что Бог делает. Ты путаешь два понятия. Что есть Бог – это Его неотъемлемые атрибуты. А то, что делает Бог, может быть этим или может быть другим. Но я говорю о том, что делает Бога Богом по определению. Могу я спросить, откуда ты взял это определение? Да, я объясню тебе, нет проблем. Когда ты начинаешь путать, что есть Бог, с тем, что Бог делает, у тебя больше нет Бога. Потому что для того, чтобы использовать термин «бог», у меня уже должно быть представление о некоторых атрибутах, кем является Бог. А то, что делает Бог... Но почему? Почему? Я объясняю. Я объясняю. А то, что делает Бог, происходит из того, что есть Бог, или кем является Бог. Это значит, что если Бог не является всемогущим, значит, Он не может делать все, что захочет. Первое происходит от второго. Есть разница между этими двумя, правильно? Да. Это то, что я пытаюсь объяснить. Поэтому, если Бог знает все, Он по определению знает будущее, правильно? Потому что Бог всезнающий, и Он может действовать определенным образом. Но сейчас мы говорим, кем является Бог, или что есть Бог. Бог всегда всезнающий. И когда ты говоришь, что Бог делает все, что захочет, Он может делать все, что хочет, но Он ничего не делает, потому что Он всезнающий. Как, например, Бог не сделает несправедливость по отношению к тебе. Он не отправит тебя в ад без всякой причины, правильно? Он может, но не будет. Да. Я приведу тебе аналогию. Это все равно, что я говорю тебе. Ты можешь ударить ребенка, но ты никогда не сделаешь, потому что ты человек, и у тебя есть человеческие качества. Милосердие, правильно? Ты можешь ударить ребенка, но ты бы не стал делать что-то подобное. Ты можешь, но ты не будешь. Поэтому то, что есть Бог, определяет то, что делает Бог. Поэтому Бог всемогучий и всезнающий, и Он не становится незнающим в какой-либо момент. И Он не становится слабым в какой-либо момент. Потому что если бы Он стал незнающим в какой-либо момент, Он больше не Бог. Я все еще чувствую, что Бога невозможно понять. Бог как бы не обязан. Но ведь Бог определяет тебя в Библии. Да, но все равно. Он говорит, что Он всезнающий и всемогущий. Мы, люди, не можем сказать, нет, Бог должен быть всезнающим. Нет, нет. Эта Библия говорит, что Бог всезнающий. Я знаю. Хорошо. Так что это не я, это Библия говорит. Я не согласен с твоими словами, что то, кем является Бог, определяет то, что Он делает. Можешь ли ты сказать мне, с какой частью ты не согласен? Ты понял мою концепцию? Например, я говорю, что Бог любит. Да, Бог любит и справедлив. Поэтому Он будет делать вещи, в которых есть любовь. И Он не поступит несправедливо. Ты согласен с этим? Ладно, я отпущу тебя, нет проблем.